Здесь только самые близкие, кто так или иначе причастен к Афгану. Бывшие фронтовики и родные те, кто не вернулся с полей сражений. Среди них мать-герой Советского Союза Константина Павлюкова. Барнаульская летная школа теперь носит его имя. Все матери ждали своих детей. И если их помнят, вот у меня я всегда говорю о своих мальчишках в летном училище, школе, школе летной, что я самая счастливая мать из всех матерей погибших. Потому что частичка кости в каждом этом курсанте. Вспомнить каждого – цель встречи. Всего в Афгане воевало около 4 тысяч жителей края. 144 человека с этой войны не вернулись. Чтим память, живем этим, возлагаем цветы. После этого мы переезжаем на Власихинское кладбище, которое в Барнауле уже в Алтайском крае все называют афганском. На кладбище у нас захоронены 3 героя Советского Союза. 20 призывников с Алтая после Афганистана стали героями Советского Союза и России. 14 посмертно. 6 человек вернулись живыми. Среди них Александр Чернышев, который тоже пришел вспомнить сослуживцев. Для меня это очень большая дата, очень большая память. Это история, это наше будущее. На встрече ветераны снова мысленно вернулись к их войне, которая длилась 10 лет. Очень важно, говорят они, воспитать поколение, которое будет помнить и погибших в Афгане 18-19-летних парней. Ведь они, по сути, ничем не отличались от их дедов, воевавших в годы Великой Отечественной. Были столь же мужественными и героическими людьми. Анастасия Драган, Ирина Харитон, Андрей Печоркин. Наши новости.